Привет, любители Москвы! Вы, конечно же, узнали, это метро Баррикадная, соответственно, Баррикадная улица. Но и я вот отсюда решил начать свой путь к храму Георгия Победоноса в Грузинах. Вот такой храм, который находится на Большой Грузинской улице. И вы наверняка, конечно, знаете, что в Москве находится, так сказать, на такой довольно небольшой территории, между метро Белорусская и как раз Баррикадная, вот эти метро Баррикадная. Ну, такие несколько улиц с грузинскими названиями. Грузинский вал как раз около метро Белорусская и также неподалеку там Большая Грузинская, Малая Грузинская улица. Вот, ну и вот на реке слышали там Георгиевский сквер, там, да, которые тоже вот такие названия на реке знакомы. Вот, разные переулки, есть Грузинский переулок. Вот, ну и как бы, конечно, возникает вопрос, а что, при чем здесь вот грузинский, какое вообще это имеет отношение к Грузии? Ну, на самом деле, самое прямое. Сейчас, конечно, надо сказать, особое отношение, ну, отчасти имеет, но, конечно, понятно, что там живут далеко не только грузины. Но вот в свое время там была целая грузинская слобода, то есть компактное место, компактное проживание именно грузин. Вот, они как раз жили вот на этой территории, грубо говоря. Вот, конечно, тогда, понятное дело, не было никакого метро, ни белорусской там, никакой. Это было еще давным-давно, еще там, так сказать, в 18-19 веках. Ну, грубо говоря, там до советского времени, где-то с 18 века, ну, и там где-то до того, как большевики пришли. Ну, потом все там, потом уже пошло, все стало рассыпаться, уже такое компактное прекратилось. Ну, особенно, конечно, тут 18-19 века, то есть здесь жили фактически компактные грузины. Ну, а как они оказались на этой территории? Дело в том, что здесь вообще находилось село Воскресенское, еще с давних-давних времен. Ну, скорее всего, это село, причем оно было дворцовое, то есть, а что значит дворцовое, значит, оно было государственное. И оно, это село, значит, было, видимо, скорее всего, названо какая-то церковь, может, была здесь в воскресенье. Но об этом сложно говорить, когда-то, видимо, давно она стояла. И вот тут протекала речка Пресня когда-то, да, сейчас она в трубе находится. Она тоже протекает, только в трубе. Вот, ее заключили в трубу в начале 20-го века. Вот, а когда-то вот по линии современного на Преснец-Куперелка тут неподалеку, вот, протекала эта речка. И была, вот, соответственно, находилась село Воскресенское. И вот в 1729 году, то есть, в 18 веке, по указу императора Петра II, причем, Петра II, ну, который после I, вот, вот это вот село Воскресенское, оно было подарено царю Картли. Это такая центральная область Грузии, в Ахтангу VI. Был такой царь грузинский, в Ахтангу VI. Ну, который, соответственно, переехал в Москву со своей свитой. А свита эта насчитывала около 3000 человек. Представляете себе? Переехала сразу, одноразово, ну, или какое-то небольшое время, переехала сразу в Москву. Около 3000 человек. Вот сюда они переехали. Вот, и вот, соответственно, эти вот люди, первоначально около 3000 человек, они, соответственно, тут образовали слободу. Ну, и причем царь им выделил около 10 тысяч рублей, очень большая по тем временам сумма. И здесь даже был построен такой царский дворец, ну, имеется в виду царя вот этого Вахтанга VI. Вот, и, собственно, вот грузины стали здесь жить. А зачем он, возникает вопрос, а зачем он, собственно говоря, это все сделал? Зачем он грузин в Москву-то переселил? Да все очень просто, потому что не за такой прям, может быть, большой любви к грузинам, а потому что он, соответственно, хотел все-таки, желание было Грузию присоединить к России. Вот, собственно, и все. А вы знаете, что Грузия была присоединила к России как раз в 18 веке. Но, правда, немножко попозже, не в 1729 году, а в 1783 году Грузия вошла в состав России. Вот, но сближение с Грузией уже шло, соответственно, ну, оно было и раньше, но довольно активно шло еще и до официального присоединения. Вот поэтому он сюда и пригласил, чтобы как-то, грубо говоря, породниться, да, чтобы как-то грузины прониклись тоже духом России, как-то вот, ну, какие-то связи были установлены, понятное дело. Ну, а поскольку грузины все-таки народ особый, да, ну, со своей культурой, со своим языком, естественно, да, ну, понятное дело, что, ну, как они могут понять москвичей, то есть, в смысле, как они могли понять, которые говорят на другом языке, которые, соответственно, другие обычаи, другие традиции. Ну, да, тоже православные грузины, вы же знаете, но, так сказать, все равно нюансы, особенности-то есть, своя кухня, свои какие-то традиции и все такое. Поэтому, соответственно, вот сделали им тут такую вот слободу, где они, соответственно, жили. Ну, и что? Естественно, поскольку люди, они православные, то им, конечно, понадобилась церковь. Ну, сначала они ходили в церковь Рожестовая на Претече, на Пресне, вот эту, которую я вчера показывал. Вот. Ну, все-таки она же отсюда на некотором расстоянии стоит, все-таки довольно далеко туда ходить. Тем более, тогда же не было там ни автобусов, ни это, все как-то было проще. Это я сейчас, кстати, территорию зоопарка прохожу, старую, новую. И уже иду по Большой Грузинской улице. Вот. И тогда решил вот этот вот, соответственно, следующий царь уже потом, который был в 1750 году, царевич Георгий Вахтангович. Он, соответственно, решил построить непосредственно здесь, в Грузинской Слободе, церковь. Сначала деревянную, в честь своего покровителя Георгия Победоносца. Но он был Георгий Вахтангович, да? То есть, это сын Вахтанга VI, который здесь жил. Потом, соответственно, его сын, вот, ну, при Бахтанге ходили вот в церковь Христова Рождества туда. Ну, а потом стали уже ходить, вот, он построил тут церковь Георгия Вахтанговича, в честь своего покровителя небесного Георгия Победоносца. Поэтому церковь Георгия Победоносца. А вы знаете, что Грузия, она по-английски значит Джорджия, то есть Георгия. Вот. То есть, страна святого Георгия, между прочим. Именно сам Георгия Победоносца. И самое распространенное имя у грузин, насколько я знаю, это именно Георгий. Именно, вот, он вообще считается, как бы, таким покровителем страны. Ну, он и еще, это равнопосленная Нина. Это, которая просветительница Грузии считается. Ну, по-грузински это Нино. Не Нина, а Нино. Ну, по-русски Нина. Ну, в сущности, это, в общем, одно и то же. Но по-грузински более правильно Нино. Вот это вот главные такие вот святые покровители Грузии. Ну, вот, и вот, ну, поскольку все-таки царевич был Георгий, а не Нино, вот, то решил он посвятить храм именно в честь своего покровителя Георгия Победоносца. Ну, собственно, вот этот храм, да, это сначала был деревянный храм, а потом он сгорел. Прошло это в 1779 году. То есть, он, грубо говоря, 30 лет простоял почти и сгорел. Ну, и потом стали строить новую церковь, строили 12 лет, и в 1800-м ровно году, то есть, в самом, вот, буквально на рубеже 18-19 веков, ее построили. И вот этот храм мы во многом можем видеть и сегодня. То есть, вот этот, вот она, видите, церковь Георгия. Это вот зоологический переулок, названный по зоопарку. И вот на пересечении вот этого зоологического переулка слева, и вот этой улицы Большая Грузинская справа, и находится вот этот храм Георга Победоноса в грузинах. Вот. Ну, поскольку, соответственно, грузин-то было много, то, соответственно, храм довольно быстро исчерпал свои возможности старые храмы. Поэтому он сначала был просто перестроен, этот храм, да, то есть, как говорится, увеличен в объеме. Ну, а уже в конце 19 века к нему был пристроен очень большой такой новый объем. Вот. И таким образом храм сформировался в нынешнем виде, в котором мы его видим. Это вот как раз Георгиевский сквер. Вот. Ну, как вы понимаете, Грузия, Георгия, это фактически слова-синонимы, поэтому, ну, вот все связано с Грузией. Можно сказать, даже грузинский сквер. Вот. Ну, более правильно, Георгиевский. Называется именно по вот этой церкви Георгия Победоноса. Вот. Значит, ну, понятно, что сейчас. Сейчас это частичка Грузии вот в Москве. То есть, на самом деле, вот этот храм, в него действительно в основном входят грузины. И, в принципе, это как бы не только храм, но это еще такое, знаете, как бы вот именно такое грузинское место. То есть, это такой центр Грузии, действительно. Потому что здесь есть и кафе грузинское, здесь есть и магазин грузинский, здесь есть школа грузинская. То есть, ну, реально, вот, да, это такое вот место, где вот грузины любят собираться. И тут подавляющее большинство среди прихожан говорят тут в основном на грузинском языке. То есть, вот, если вы придете в церковь, не удивляйтесь, что здесь вот разговоры в основном на грузинском. Здесь даже священники. Ну, тут три священника, два грузина и один, ну, тот, который настоятель, он, ну, русский человек, да. Ну, видимо, специально сделали, чтобы все-таки уж одни грузины-то не были. Вот, это, видите, это старый объем получается. Вот это старая церковь, вот это вот, которая построена была еще в 1800 году. А вот, видите, вот это вот, которая, вот это кирпичная, да, красная. Вот это новый объем, видите, большой объем, который был прибавлен еще как раз в конце 19 века. И получился такой, как бы, большой такой очень объем. То есть, церковь, она выглядит какой-то просто, ну, огромной, да. То есть, такое впечатление как-то так, прям какое-то нагромождение. Огромождение даже своего рода получается. А это вот так и получилось, что сначала там маленькая церковь, а потом к ней в конце 19 века пристроили большой объем. Потому что это именно, вот, возросло очень много грузин здесь жило. Не хватало просто, понимаете, в чем дело. Вот, сейчас, конечно, понятно, что в окрестностях грузин уже далеко не так много живет, как раньше. Тут понятно, что все разбавлено. Тут уже далеко не только грузин, и, конечно, никакой грузинской слободы уже помина нет. Тут же, кто только не живет, как говорят, всех национальностей люди. Но грузины, ну, именно грузины сюда ходят. То есть, не то, что они тут рядом живут, они просто сюда приезжают со всей Москвы. Со всей Москвы, с Подмосковья, то есть, со всех районов, со всех мест. Потому что, ну, другого такого центра фактически нету в Москве, где бы они могли собираться. Еще раз повторюсь, это не просто духовный там храмовый центр Грузии, но и это еще и культурный центр. То есть, вообще такой центр, именно национальный своего рода центр. При этом, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что это не грузинская церковь. То есть, это церковь, это русская православная церковь. То есть, это как бы один из храмов русской православной церкви. Это не храм грузинской церкви, да, потому что есть грузинская церковь на территории Грузии, которая находится, естественно. Вот, нет, это не филиал, это не какой-то... То есть, она подчиняется именно московскому патерархату, это чисто вот русская православная церковь. Но с очень большой грузинской составляющей. С очень большой. Еще раз повторюсь, здесь богослужения бывают на грузинском языке, но не только, бывает на церковнославянском, но, конечно, в большей степени на грузинском. Здесь разговаривают даже уборщицы все, то есть разные персоналы, они все говорят на грузинском. Это может показаться необычным, но это так. В церковную лавку, если вы зайдете, допустим, там в основном книги на грузинском языке, а поскольку грузинский язык особенный, ну, в каком плане особенный, то есть он не латинская письменность, то есть эта письменность очень особенная, она своеобразная, ни на что не похожа. Вот, поэтому там, конечно, ну, ничего вы не поймете, если не знаете грузинский язык. Это отдельно, понимаете. То есть, если, допустим, там немецкий, там французский, еще как-то что-то хотя бы можно понять, да, ну, какие-то буквы хотя бы что-то, хоть прочитать, да, на, по крайней мере, то грузинский просто даже вообще ничего не прочтет, потому что это невозможно. Ну, и в самой церкви, конечно, здесь в основном иконы, они посвящены, естественно, грузинским святым тоже свой колорит определенный. Вот, росписи, это все вот, так сказать, тоже во многом грузинские святые. Поэтому тоже обратите внимание вот на лица, да, вот вы, может, тоже, если не знаете, то, конечно, тоже может вас несколько как бы смутить и поставить, так сказать, в какое-то удивление, что какие-то странные лица, да, так сказать, какие-то восточные, кавказские, да, вот что-то какие-то обычные, необычные росписи такие. А это именно связано с тем, что это грузинские русские святые, вот обратите внимание. То есть расписывали вот эти стены все, да, тут вся церковь красиво очень расписана, и все это расписывали на грузинские иконописы. Вот, причем это росписи, они уже не так давние, потому что в советское время этот храм закрывался. Он был закрыт, и здесь все было изуродовано, естественно, все было вычищено, и здесь долгое время находился техникум, электромеханический техникум имени Красина. Вот, причем он занимал, он очень долго здесь находился, но старую церковь они довольно быстро отдали, то есть еще в 91-м году, старую часть храма имею в виду. А вот которую, новую часть храма, за нее пришлось бороться просто очень долго, очень долго почти, ну, грубо говоря, 25 лет примерно. То есть только в 2015 году этот вот техникум, ну, сейчас, наверное, колледж, он отсюда переехал на Велозаводскую улицу, вот этот электромеханический колледж имени Красина. Но потом как-то стало по-другому называться, типа технологии экономики и права, ну да ладно. Вот, и здесь очень много всяких святых вот икон, конечно, Георгия Победоноса, вот, причем, что интересно, очень красиво, тут вот есть, видите, причем на грузинском и на русском языке вот надписи. Вот, и интересно, что вот кому посвящена та или икона, это, конечно, очень хорошо, такая вот есть традиция в некоторых храмах, делать, давать название иконам. Это, конечно, очень правильно, очень хорошо, потому что не все, в конце концов, знают, да, люди же разные бывают, да, некоторые хорошо ориентируются, сразу узнают там тех или иных цветов, но не все же. Вот, видите, коврик даже есть. Ну, тут два предела, кстати, да, то есть Рождества Христова и апостол Петра и Павла. Ну, собственно говоря, Рождества Христова, потому что этот предел был еще в старой деревянной церкви, помните, которую еще первую поставили. А что касается Петра и Павла, ну, потому что покровитель, он был создан жившими по соседству князями Цициановыми. Ну, видимо, это и были невестные покровители Петра и Павла. Вот он, кстати, икона Петра и Павла, только что мелькнула. Нет, ну, тут не только грузинские сады, конечно, есть и обычные, в смысле, более нам привычные, знакомые, но есть и грузинских очень много. Ну, и, конечно, при всем Георгий Победоносец, и вот, причем есть ковчег частицы, с десницей причем, ну, то есть правой рукой Георгия Победоносца. Есть ковчег частицы вообще преподобного Гавриила, Ургибадзе, который тоже очень, кстати, почитается в Грузии, сам таврийский. Есть крест равнопостойной Нины, Нино, как более правильно, да, и икона ее тоже есть тут. Есть икона Святая Троица, которая называется по-грузински Цминда Самеба или Самиба, я, честно говоря, точно не знаю. Я же сам, естественно, грузинский язык тоже не знаю. Поэтому, ну, вот, ну, не свои, естественно, названия, понятно все по-грузински. Видите, какие красивые росписи. Вот, и есть святой преподобный старец Давид Гориджийский, который тоже считается покровителем Грузии, тоже очень почитается. Вот, ну, и мучник Георгия Победоносца, то есть довольно много святынь. Вот, это главный престол как раз в честь Георгия Победоносца, вот, обратите внимание. Вот это купол, вот, храм такой купольный. Вот, это вот такой еще старый храм, такой, да, в старый объем. Ну, новый там, я так понимаю, что он еще, поскольку техникум не так давно уехал, то там еще пока работы идут, видимо. Ну, вот, потому что там еще есть такой большой, более-больший объем, может быть, там еще пока не подготовлено. Ну, вот, смотрите, конечно. То есть, видите, тут иконы очень красивые, хоть и необычные, но очень красивые. Ну, видите, алтарь при этом довольно маленький, обратите внимание тоже, да. Не как вот, так сказать, большие, типичные русские иконостасы бывают, а он такой небольшой. Ну, вот, обратите внимание, вот, смотрите, вот это как раз вот Георгий Победоносец, да, и вот это его десная рука, вот, смотрите, в этом ларце, в таком ковчеге, вот он, видите, изображение, вот и икона его такая вот в позолоте, он поражает змея, как раз, да, известный сюжет. Георгий Победоносец поражает змея. Ну, и вот это вот, и тот же ковчег, так сказать, с десной рукой, вот это такая, пожалуй, главная святыня этого храма, как раз, да, вот, вот, посмотрите. Да, видите, вот это вот как раз вот красиво очень. Ну, и тот же вот молитвы, видимо, как раз тут есть перед разными иконами, да. Ну, естественно, и обычная, вот, богородичная иконка, аж тоже много, то есть, не думайте, что здесь только одни грузинские святые, нет, конечно, здесь, да, преобладающие, естественно, что и понятно вполне, потому что грузинская община здесь в основном совершает и богослужения, и прихожане в основном грузины, но при этом, еще раз повторюсь, конечно, есть и обычные святые. В частности, в Перидон Тримифунского из икона, и его башмачок знаменитый, да, но башмачки они постоянно, вот, как у него стирается, да, на новый заменяется, вот, башмачок, в котором он ходит вот по всему миру до сих пор и помогает всем, тем, кто просит его помощи, вот. Так что очень красивый храм, очень необычный, там рядом, кстати, есть грузинское кафе, где есть грузинская выпечка, грузинская кухня всякая, так что тоже можете вот зайти, причем такая идентичная, да, то есть та, которая, настоящая грузинская вот кухня, вот, ну, и есть и школа, и библиотека есть грузинская литература тоже, ну, то есть действительно такой настоящий грузинский центр, такой духовно-культурный, что ли, так можно сказать, ну, это вот один из музеев современного искусства, с галереи Зураба Церетель, вот, скульптуры разные, ну, один из, скажем так, одна из площадок, ну, и вот этот вот красивый такой храм, да, видите, старый, новый, ну, с этой стороны новый, там вот за ним видели старый, да, они несколько отличаются, их сразу видно даже, да, вот, с крупным таким барабаном, вот, обратите внимание, цилиндрический барабан с карнизами крупные профили, обломы такие очень красивые, архитектурные, вот, поэтому, ну, может быть, с точки зрения архитектуры это и не самый красивый храм, тут, как бы, я уж не стану говорить, но есть, конечно, и вообще шедевры, наверное, но в то же время, с другой стороны, довольно красивый, старый храм, а внутри-то просто богатство огромное, ну, и здесь каждый, кстати, день не бывает богослужения, причем и утром, и вечером, и в среду бывает молебен на святому Георгию Победоносу, только я сейчас готовлю, не знаю, на каком языке, именно, на грузинском, на русском, вот, потому что здесь все-таки служба совершается и так, и так, но вот, конкретно, Георгия Победоносца не могу сказать, на каком богослужении, вот, ну, и тут вот рядышком примыкает к этому храму такой вот тоже старый сквер, ну, понятно, уже тоже, как видите, плитка сплошная, вот, но все-таки сквер довольно старый и известный в Москве, такой зеленый оазис среди довольно плотной застройки в окрестностях на Пресне, даже есть, вот, видите, некоторые еще историческое повествование об этих местах, ну, не столько об этом сквере, сколько вот то, что я говорил, как раз вот об этих местах, о грузинах, как раз вот, которые здесь жили, ну, отчасти, наверное, еще и живут, ну, сейчас просто здесь уже столько, видимо, грузин, сколько и в других местах, то есть, вдруг, естественно, они здесь тоже живут, но в том числе, да, через запятую, а не так, что, конечно, как раньше была грузинская слобода, ну, раньше слобода вообще было много, и поэтому понятно, что не только армяне своей слободой там жили, да, а где, где армяне, кстати, жили, знаете, да, ну, где армянский переулок, где вот Лазарева как раз жили, тоже купцы, промышленники, вот, там, где и посольство Армении сейчас находится, вот там они жили, ну, например, и так далее, так, что многие национальности, там, татарская была слобода и прочее, то есть, немецкая слобода, ну, сейчас, естественно, все перемешалось, и уже такое разделение фактически уже нет. Так что здесь можете погулять, вот, вот, поэтому я бы, конечно, рекомендовал, если кто-то еще не был в этом храме, то я уже, кстати, в нем второй раз, как-то был и несколько лет назад в этом храме, первый раз, но вот тут, в этой зимой второй раз здесь побывал, и всегда очень хорошими впечатлениями, приятные воспоминания. До новых встреч!